друзья мои дорогие всем привет продолжаем разбор фильмов сегодня говорим про фильм джой режиссер дэвид о рассел дженнифер лоуренс сыграла там главную роль фильм биографический есть такая джой манга на создательница вот это вот легендарной такой лохматенькой швабры которая да там сама отжимается еще и которую можно стирать то есть которые можно не прикасаться руками но именно вот к самому этому элементу который моет до всей поверхности а сложный интересный фильм прежде всего конечно хочется порекомендовать посмотреть тем кто собирается свой бизнес собирается в свое дело потому что фильм очень такую реалистичную картинку показывает и да тот период который нам здесь показан он может быть для нас уже не так актуален до эпоха магазинов на диване эпоха телевизионных продаж телевизионной рекламы то есть конечно сейчас все немножко не так хотелось бы пример какой-то из интернет реальности но подход одни и те же посмотрите с каким большим количеством трудностей она сталкивается да и воровство наглое там приз практически присвоение и и изобретений попустительства когда продавца который вообще не разобрался не в теме отправили видео снимать там показывать на всю страну в прямом эфире как пользоваться этой шваброй там постоянно какие-то подставы от близких до недостойное поведение партнеров то есть вот они разные разные сложности с которыми практически любой предприниматель и бизнесмен будет сталкиваться и вот когда ты смотришь на все глазами джой ну ты как-то себе так отвечаешь на вопрос вообще готов я морально все это потянуть до материально потянуть как бы я вот в этих ситуациях действовал а что мы с вами видим мы с вами видим девочку очень такую творческую очень такую интересную в детстве нравилось там что-то мастерить да у него был небольшой круг общения была старшая сестра сводная который и ирак ненавидела очень так специфически к ней относилась нельзя сказать что джой прям как-то уж любила сестру как-то уж ей угождала но так у них сложилось что они общались и отец которого играл роберт де ниро руди да этот постоянно им давлю но вы же сестры вы же близкие хотя по большому счету если сестра токсична если она ну там какой-то ценности какой-то помощи не дает то зачем тогда вот это все терпеть то есть девочка но обычный такой ребенок был с каким-то своими творческими задатками но что-то пошло не так да то ли там из-за развода родителей то ли еще из-за каких-то там бытовых неурядиц мама была абсолютно не вовлеченная до живущей в вечной какой-то депрессии в своей и в просмотре вот этих вот туповатых сериалов то есть и как-то так девочка поняла что ей надо выживать видите рано вышла замуж работать надо был устроилась на какую-то рутинную работу которая была абсолютно не и и которые было неинтересно и же на какой-то момент очнулась в том состоянии что она просто как белка в колесе муж ее там музыкант какой-то не совсем удачливый лентяй но да человек добрый приятный легкий заметьте она с ним дружеские отношения то на протяжении всей жизни сохранил и видите так или иначе он делах ее участвовал как мог ей помогал но конечно это никакой не глава семьи никакая не опора а и помните яркий эпизод там когда девочка про девочка джойну наш уже не девочка до женщина просто прилегла на кровать и вырубилась отключилась уснула и был у нее период когда она сама себе ребенком снилось когда ей было там примерно лет десять когда она все мастерила то есть подсознание ей явно показывала ну ты идешь не туда то есть во вот оно твое предназначение то есть она поняла что еще немного и она просто уже не знаю там упадет выгорит окончательно то что жизнь абсолютно не ее там без мотивации без какого-то вовлечения и приняла на решение продвигать свои изобретения начала с вот этой вот швабры то есть тут знаете как этот фильм очень хорошо иллюстрирует ситуацию что в принципе один человек все равно не справится равно нужна команда и те люди которые были с джой там на первых этапов они одновременно как вредили так и помогали просто вот это вот труди да очень специфическая женщина даже на какого-то там бывшую уж я не знаю там мафиози или просто предпринимателя но такая очень странная до своеобразная да и жалко было давать эти деньги да она там задавал какие-то вопросы специфические joy но вопросы не лишены были логики важный момент да она постоянно ее потом подгнабливала давай банкротиться или там до проценте как нее побольше просила но мы труди можем понять а кто ей такая это джой она что должна и просто так отдать состояние который муж ее зарабатывал она как я пила эту труди она мужа любила и но она видела каким тяжелым трудом ему даются деньги в бизнесе то есть да труде инвестор это еще большое счастье что она нашла себе хотя бы такого инвестора потому что не особо были заинтересованы в ее изобретение вот началась вся вот эта история с продвижением то есть наша joy она прошла все круги да когда не было денег на рекламу непонятно было как продвигаться она пошла на парковки по сути не согласованы рекламные акции устраивала разыгрывала эти сценки с этой швабры когда она типа подходит туда и якобы она случайный покупателя ее подружка как ее звали по моему джеки вот ее подружка она да там якобы разыгрывал роль как раз продавца joy сначала сомневалась а потом типа как заинтересовалась швабра но это классика жанра до подставной покупатель как могли они выходили в народ но туго туго шло это знаете как когда на рынке появляется инновационный какой-то продукт неважно продукт материал технология оборудование и действительно этот продукт или материал технология может какой-то прорыв совершить в определенной нише там сэкономить людям или там каким-то посредническим сектором каким-то посредническим нишам огромное количество денег времени там еще каких-нибудь ресурсов то всегда будут те кто за эту новинку и будет огромный просто пласт людей там групп компаний которые будут против этой новинки а у них уже сложившиеся бизнесы им не выгодно чтобы у них кусок этих бизнесов оттяпывали из-за этой новинки а ее швабра это как раз ну по своим там временам по своему подходу это инновационное решение да она дороже в разы обычной швабры была но действительно плюсы были и конечно ну мало кому выгодно было вот это вот все лоббировать хотя заметьте а те поставщики которые ей оказывали там услуги сборки что они делали там элементы какие-то изготавливали для этой швабры они сразу просекли до что в общем то это действительно хорошее изобретение там какой-то свой патент пробовали до зарегистрировать что там еще они делали то есть по сути начались вот эти уже теневые закулистые войны посмотрите как наша джой сколько раз уже была просто на стадии отчаяния просто на грани она действительно закладывала последнее лезла в долги вспомните переломный момент эпизод когда она ну вот неудачная реклама первая по телевизору прошла действительно здесь я считаю виноват брэдли купер виноват вот этот вот нил но он по сути взял с нее деньги но он не оказал ей качественную услугу он просто сунул этому продавцу швабру на ты лучший продавец да ты все сделаешь супер а тот даже у нее не выспросил ничего конечно она на эмоциях была она тоже неправильно себя повела она должна была проинструктировать вот этого вот продавца да она должна была с этим нилом прописать договор так что соответствии с ее т.з. вот этот продавец делает вообще-то рекламу с ней согласует как он будет людям продавать вот эту вот швабру но может быть там какие-то свои специфические правила сотрудничества в этом неком гигантском интернет магазине ну не знаю там же тоже какой-то бизнес до интернет-магазин их это интернет-магазин телемагазин да это же только ну как бы составляющая этого бизнеса то есть не знаю но тут и она была не права как предприниматель и конечно же нил безобразного в данном случае отнес он каш молодец что он улыбался что в нее поверил но он был виноват в том что она деньги вот так слила продавец но какой-то закомплексованный нытик обиженка очень такой нарциссичный что-то ему в ней не понравилось то есть все и он поэтому но он тупо завалил то что произошло но это понятно все в короткие сроки происходило и она была в шоке но посмотрите то есть да у нее два переломных момента переломный момент когда первая реклама по телевизору прошла неудачный второй переломный момент когда она уже до рисковал полностью потерять права над этим да когда патент там регистрировали и свое производство налаживали ее швабр то есть в втором случае она пошла на пролом вернее в первом случае пошла на пролом она пошла на это телевидение еще раз да все отыграла и действительно очень естественно у нее получилось продать эту швабр потому что человек продукцию знает потому что человек вовлечен человек знает сегменты аудитории знает что ему объяснять да у нее не было опыта да она вначале там что-то лажать начала растерялась но слава богу ее люди по сути выручили и выручил звонок этой домохозяйки и тут же наша джой оказалась в естественной среде как бы опять рассказывать про швабр опять объяснять там делиться своим опытом она мама двоих детей конечно это только на пользу и вот второй вот этот переломный момент то есть тоже опять же она взяла все в свои руки она рискнула причем рискнула жизнью правда кто ты ты особо пока никто ты никакой неизвестный предприниматель ты едешь в другой город на встречу с опасными людьми и правильно этот запугивал мы сейчас все инсценируем так что это будет как твоя как то что ты покончила с собой знать не будут что произошло но не знаю то ли какие-то высшие силы ей помогали то что этот человек не был окончательно конченым который мог полностью забрать ее права он действительно в ней увидел ну человека который что ли достоин вот получить какой-то вот это вот свой там кусок славы да какую-то свою достойную жизнь сложно сказать сложно все таки то что нам показывают это такая вот трактовка ну киношная да может быть еще там на самом деле какие-то были подводные моменты которые мы могли не учесть но действительно она рискнула и силовое преимущество было на стороне этого человека но мы видим как все разрешилось и все с этого момента уже действительно пошел бизнес да она как много работал так и там продолжал очень долго много работать она очень вовлечена там миллион разных патентов еще предлагала но ей нравится она вся в этом то есть человек который нашел себя человек который нашел свою нишу свое призвание да то есть дальше уже мы видим ну просто успешного предпринимателя который занимается тем что ему нравится но давайте с вами посмотрим на детско-родительскую на семейную линию ведь очень такие типовые моменты нам показали папа и две дочери папа который одной рукой дает силы дает мотивацию другой рукой гасит он до конца мне кажется нее не верил до конца ее не принял он все равно воспринимал как просто младшую дочку может быть даже где-то чудаковатую где-то какую-то странноватую ведь заметьте да правильно в конце фильма сказали что и сейчас джой продолжает ну там заниматься тем чем занималась вся ее семья висит на ней паразитирует фактически и продолжают же с ней судиться и продолжает у нее что-то оттяпывать она им еще и деньги дает и то есть папа он же постоянно ее подгнавливает но самого начала я тебе говорю что ничего не получится твое место там-то там-то да внизу где-то да да ты должна сразу банкротиться постоянно ли и дергал труди то ее все время к банкротству склонялась то что она в принципе в нее не очень верила на из-за руди ей денег дала ну как бы влюбился и как неудобно отказаться да там слабо у нее была надежда что что-то получится но да как бы как-то очень в это не верил и она тут же быстрее хотела уже хоть какие-то может быть деньги вернуть или как минимум чтоб то у нее больше денег не просила но все-таки труди не ее родственница да кому там другая система отношений папа подгнабливал папа как-то вот старшую дочку он больше ценит больше уважает потому что она вроде как старше сложно сказать на более основательный какая-то такая у нее подача более уверенный у этой пэги хотя наш по большому счету ну даже и близко там ничего такого не представляет из себя что представляет джой и заметьте пэги тоже свои какие-то изобретения пробу пробовала просунуть протолкнуть на у нее ничего не получилось то есть по сути у джой у нее ее нормальная поддержка это не ее семья отец где-то подгнабливает где-то подыгрывает но он сам такой до приспособленец любящий комфорт такой а-ля стабендер да это вот из тех людей которые сегодня продают биткоины и завтра идут на рынок продают самонагревающиеся носки послезавтра лезут там я не знаю куда-нибудь в актеры еще потом там какому-то бизнесу пытаются примазаться ну то есть вот люди которые где угодно себе с как будто он до развелся опять пришел жить к ней в подвальчик а нафиг ты мне нужен папа да в этом подвальчике ты может к своим там уважаемым там сколько ему 60 годами директор этот момент был там 55 может быть ты можешь сам по себе чего-нибудь бы заработал в этой жизни тогда как минимум на частную квартиру бы себе заработал то есть да то есть такой вот туда приспособлеть нашел он эту богатенькую трудзи собственно да чему и очень был рад то есть но он не вас он так и не воспринимал джой скажем так всерьез но радостно пил кушал из ее рук и все блага получал да то есть неоднозначные очень отношения с отцом несмотря то что вроде как позитивно со стороны все но а скрытый абьюз вот этот ей с мамой отношения до маме спасибо за то что она хотя бы джой не гнобит она ее ну как бы не придавливает не валит в нее вот эти установки да то что сиди тихо живи мирно да там да ничего не получится то есть мама вся в своей сериальной жизни ей пофиг есть у нее комнатка есть телевизор и там хоть пол протек да не важно что у них там трубы прорвало лишь бы была комнатка лишь бы можно было сидеть и рассуждать про то какая должна быть лейди прекрасная нашла на себе этого шикарного черного молодого парня мирно с ним зажила то есть она сериала смотрит он ее не трогает да он рядом ковыряется вот видите как всем хорошо да и все опять же под крышей джой живут ну то есть такие вот мамы как маму джой они с одной стороны даже выгодны они хотя бы не мешают потому что есть огромное количество мам которые задавливают задушивают который просто жить я не дают но с другой стороны ей мамы не самооценки и и не помогала ни каким-то образом не поддержки и адекватный не давала ну то есть фоновым каким таким приложением была ты такая больше безучастная какая-то такая отстраненная мать а вот бывший муж да как мужчина он ее не устроил ну не голова это семьи даже не то что не голова семьи даже не полноценный партнер какой-то да такой болтается не рыба не мясо слишком уж он творческий но он ей как раз давал поддержку он плечо какой-то подставлял он верил в нее это искренне был то действительно это дружеское такое отношение было подружку у него посмотрите какая замечательная как верный паш с ней всю жизнь ну понятно да такая подружка она там естественно совсем других высот уже почта вместе с ней в бизнесе достигла но на любом другом месте эта подружка сложно сказать кем вы было наверно просто исполнителем бы была то есть ну подружка получила большом счету по заслугам там некое достойное место до достойный статус позицию в жизни джой вот как раз друзья они и много чего дали все остальное вопрос даже роль вот этого странного нила брэдли купера как-то знаете ты на них сможешь кажется блин ну вы красивые люди вы ну там интересные оба там молодые амбициозны вы наверно можете друг другу понравится и вроде как что-то было но заметьте да она не идет на сближение потому что она вся в работе вся в этом сосредоточена и он не идет он как бы достаточно нарциссичные ну то он пингует ее чуть-чуть ну давай давай вроде это да да подмигивает ей ну давай прояви инициативу то есть тут очень странная такая какая-то связочка конкуренция конкуренция и по бизнесу да и там какая-то борьба мужчины и женщины но пока это видите ни во что не вылилось уж слишком она умная сильна да он наверно понял что не получится у него может быть как-то там не знаю самоутверждаться главенствовать а может быть ему этого хотелось ну то есть неоднозначная история история в которой точка не поставлена сразу в ней потенциал увидел помните он ей предложил да если что мы типа с тобой друзья да ну мало ли чего да ты там против меня не кусайся но вроде как он ей помог там информацию какую-то слил понимаете смотришь на историю джой и кому-то эта история может зайти кому-то не может зайти не у всех это предпринимательское мышление не все хотят вот так вот рисковать не все хотят строить такие империи не все хотят например жить вовлеченными в работу да она молодец она мама у нее дети но она все равно работой живет вы для нее это важно с другой стороны человек особенную миссию свою нашел и человек вправе распорядиться своей жизнью так как считает нужным вдохновляющий хорошей истории вполне такая знаете трезвая история не слащавая вот эта история когда сегодня спал в коробке завтра там уже построил империю и все вокруг поклоняются а реалистичные жизненные история да человек стал богатым дачек построил империю но семья осталась та же проблема остались те же там какие-то внутренние и это возможно конфликты те же мне кажется не есть небольшие проблемы и самооценочкой она ведь смотрите она где ты не верит в себя где ты боится но все равно идет все равно вот есть у него это внутренняя сила который ее толкает то есть интересный фильм стоит посмотреть друзья мои кто смотрели пожалуйста делитесь вашими мнениями вашими комментариями что вы увидели в самой героини что вы увидели в ее отношениях как вам ее история успеха что вам кажется этом нереалистичным может быть и напоминаю вам если вам нужна моя помощь как психолога пожалуйста записывайтесь ко мне на онлайн консультации мои контакты внизу под видео всем пока всем до скорых волнующих встреч и и